Несколько месяцев назад на территории Ленинского района появилось местное отделение торгово-промышленной палаты. Сейчас организация находится в стадии формирования и насчитывает 15 участников из разного рода бизнеса. За время своего существования представители отделения успели провести несколько встреч. Это одна из самых активных групп на территории Московской области, молодая, энергичная, которая соответствует новому облику торгово-промышленной палаты. Последняя встреча была посвящена теме взаимодействия бизнеса с контрольно-надзорными органами. В режиме вопрос-ответ предприниматели смогли пообщаться с представителями Архтехнадзора, Налоговой инспекции, Роспотребнадзора, МЧС. Встречу посетила глава Ленинского района Олег Хромов, а также его заместители. Такое количество компетентных людей дало возможность ответить на все вопросы, интересующие бизнесменов. Для любого предпринимателя это актуальная повестка, так как для кого-то есть каникулы надзорные, для кого-то их не существует в сфере определенного бизнеса или объемов бизнеса. Но я думаю, что вот такой диалог очень полезный. Один из вопросов касался монополии интернет-провайдеров. Кому обращаться и что делать с неисполнением поручения губернатора Московской области о том, чтобы дать жителям многоквартирных домов возможность выбора провайдера. Сейчас нередки случаи, когда в определенном доме работает только одна компания, которая препятствует другим организациям предоставлять людям свои услуги. Поэтому хотелось бы предложить инициативу провести какую-то встречу с представителями застройщиков и послушать вообще их мнение. Олег Хромов заявил, что готов вступить в диалог с местными интернет-провайдерами и компаниями застройщиков. Сами всегда здоровы, если как раз, что человек может быть. Наблюдая высокую активность и интерес со стороны предпринимателей, представители Ленинского районного отделения торгово-промышленной палаты к маю планируют получить новый статус. Палата самостоятельная – это следующий шаг, который мы планируем сделать к концу мая, открыть отделение непосредственно уже в районе. В следующий раз представители торгово-промышленной палаты соберутся 21 апреля на ярмарке в Аканте, которую они организовывают совместно с районной администрацией, чтобы предложить свободные рабочие места населению муниципалитета. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.